Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Так как я участвую в конкурсе, который объявила Елена с канала Бабушкина квартира, летнее чаепитие, и я решила провести сегодняшнее летнее чаепитие в парке. И вот как меня встретили. И посмотрите, какие замечательные вещи, люди, скульптуры находятся в этом парке. Ну и что мы делаем? Мы, конечно же, идем искать место, где попить чайку на лоне природы. И посмотрите, какую красоту мы с вами увидели. План у нас такой, так как мы находимся в одном из самых интересных парков Соединенных Штатов Америки, который называется «Парк современной скульптуры». Вот, пожалуйста, представите. То мы и на природу замечательную посмотрим, и на все, что окружает, и чайку где-нибудь обязательно попьем, чтобы вам было не скучно и весело и приятно. А воздух какой, Господи! Прямо можно его пить. Запах цветов, аромат. Идем искать, где же можно попить чайку. Вот эта пара нам ничего не сказала, и мы пошли дальше. Эти тоже заняты, само собой. Этот художник еще больше занят, ничего не сказал. А может быть, вот здесь мы попьем чайку, посмотрите. Но нет, закрыто. Этот тоже ничего не скажет. Посмотрите, он спит, да детка прикрылся. Я даже решила посмотреть, что в газетке написано, но не прочитала. Но этот спит и спит себе. Ну что же это такое? Ой, придется опять тоже уходить. Ну вот, не везет и все. Эти спят. У нас что, полуденная сиеста? Господи, даже спросить не у кого что-нибудь. Все что-то спят или заняты. Я даже не представляю, что мне с этим делать. А чаю уже ужасно хочется попить. О, сейчас у этих спросим. Они тут завтракают на траве. Мамы я так сказал. Так, сейчас подойду поближе, рассмотрю. Вообще-то интересно. Я сначала посмотрю, потом спрашивать стану. Надо же. Видела я эту картину много раз. Ну вот так вот, чтобы сидели, на меня смотрели. Это очень интересно. Интересно, скажут они что-нибудь или нет. Ну, они увлечены своей беседой очень сильно. А там я там видела, там должна быть купальщица. Вдалеке. Ну-ка, ну-ка. А, тоже. И это занято. И все молчат. Или заняты сами собой. Вот представляете, может на лодку сесть, поехать. Чай посмотреть где-нибудь. Но нет. А тут муж попросил помочь у прохожего. И они стали вместе звать на помощь, где можно попить чаю. Но только их никто не услышал, к сожалению. Ага, вот нашла место хорошее на берегу озера. И стол уже, пожалуйста, сервирован. Вот здесь мы сейчас с мужем сядем, попьем чаю. Но знаете, нет, не получится. Нету тут чая. Тут, смотрите, рюмки, бутылка вина, вилки, ложки. Все, чтобы пообедать. Но не попить чаю. Знаете, что самое интересное? Я тут попробовала одну вилку или тарелку с места сдвинуть. Они намертво приклеены к столу. Представляете? Пошли дальше, мимо лодочной станции. Вот тут тоже какая-то парочка сидит. Может у них спросить, но не докричаться. А этот? Вот я попробовала так его как бы поспрашивать, умолчить. Задумывался-то как? Посмотрите на него. О чём он думает? Как вы думаете, а? Вот я не знаю, как можно так задумываться, чтобы вообще ничего не видеть и не слышать. Ну, надо, конечно же, поуважать такого задумчивого человека. Нет, спрашивать ничего не буду. Пойду-ка я дальше искать, где можно попить чаю. О, ещё одна парочка в парусном кораблике. Но мне тоже не докричаться. Далеко не буду кричать. Нет, нет. О, какая красота вокруг. Глаз не оторвать. Какой удивительный водопад. А ещё один художник. Вот, давайте хоть посмотрим, что он там себе рисует. О, по-моему, ту парочку, которая раньше была. Как интересно. Так, посмотрели. Наверное, пошли дальше. Ещё один художник. И тоже не спросишь. Тоже увлечён. Так, теперь мы уже ушли отсюда. Это что ещё за произведение искусства? Это что, скульптура? Ой, никого нет вокруг. Опять не у кого спросить. Ну, мы идём, мы гуляем. Я всё равно найду место, где бы я могла найти, попить чай. Вот. Я очень упрямая. А такие произведения искусства странные. А вот эта скамейка мне нравится. Тут написано, кто эту скамейку подарил этому парку. И это качели. Здорово. О, а вот тут завтракают грибцы Ренуара. О, вот я с ними сейчас присяду, позавтракаю, попью чаю. Интересные ребята такие. А главное, такие объёмные. Не то, что на картине. Мой муж вот пристроился, чтобы объём показать. Сейчас буду спрашивать, можно ли к ним присоединяться. Вы знаете, а ведь мест свободных нет. Всё занято. И на столе вино, виноград. И опять, ну, никакого чая. Ой, ну, когда же я найду место, чтобы чай попить? А эта дама даже с нами разговаривать не захотела. А её чёрный кот ещё и вздыбился вот так вот на нас. Ну, мы и пошли. Посмотрите, какой мы нашли райский уголок. Какие водяные лилии. Какая красота. И там столики стоят. Вот мы, наверное, где чай попьём. Заглянула по дороге в беседку. А тут троица такая сидит. Тоже чего-то пьёт. Опять вино пьют. Надо уходить. Прошли. Дальше. А тут, смотрите, девушка моется. Ну, как-то неудобно. Мы подсматриваем вроде как. Ой, не знаю. Я скажу мужу, чтобы мы быстренько уходили отсюда. Хотя, конечно, ему интересно. Ещё одна парочка. Но они выясняют отношения. В реале они станут с нами разговаривать. Посмотрите, какие они серьёзные. О чём же идёт речь? Нет, не выглядят они счастливыми. Пошли отсюда. Ура! Нашла я место, где можно посидеть, попить чай. Целое кафе. Но тут уже кто-то сидит. Надо посмотреть. Петька пробует у них чё-то спросить. Но эта парочка тоже очень чем-то увлечена своим разговором. Не реагирует на мужа. И, по-моему, чая здесь нету никакого. Вообще. Есть только столики, стулья, парк. Но чая нету, к сожалению. О, спросим сейчас. Ой, это Венера. Она должна знать, куда нам идти. Но она занята опять-таки собой в своей ракушке. Красавец, конечно. Но молчит. Ой, стану в эту очередь. Может, здесь чай дадут наконец-то? Но нет. Здесь, оказывается, очередь за хлебом. Вот так вот. Ну, а вот эта мама с дочкой обязательно мне расскажут, где мне попить чаю. Сами они увлечены чем-то другим. Но ничего мне не сказали. Представляете? А вот образец современного искусства, скульптуры. Ничего не скажут. Немного пообщались с Мерлин Монро. Очень милая дама, она сказала, что чаю не пьет, не знает. А эти музыканты, Мерлин Монро, я даже посидела, поиграла. Ну, и посмотрела. Но чаю не предложили. Заняты сильно, публику развлекают. И сами тоже ничего не пьют. Представляете, за целый день прогулки, где мы только ни были, нигде чаю не попили. Вот представьте себе, и уехали домой без чая. Я в это никак не могу поверить. Честное слово. Придется придумывать с чаем что-то еще другое. Ну что, мои дорогие. Вот в результате сижу, пью чай у себя во дворе своего дома. Потому что там не удалось. Так, все-таки нечего попить, кроме водички. Ну, вот так вот вышло. Но ничего, сейчас мы все наверстаем. Я надеюсь, вам понравилась прогулка по этому замечательному парку. И если вам понравилось, скажите мне. Я обязательно выложу полновесное видео. И покажу вам все, что я там наснимала. Ну, а сегодня у нас же другая тема. Мы пьем чай во дворе. Вот я, конечно, приготовилась. Вот все поставила. Вот это у нас чайник. Видите? Вот, затем... Ну, это на самом деле Ленокс. И вот чашечка с блюдечком тоже от Ленокса. Это американская компания. Видите, блюдечко такое. Вот, затем у меня есть статуэтка, чтобы скучно не было. Вот, статуэтка тоже замечательная, красивая. Вот, посмотрите. Это испанская компания. Там есть маркировочка. Девушка, собирающая цветы называется на самом деле. Вот, видите? Очень красиво. Вот, затем у меня есть молочник от компании Avon. Очень красиво тоже. Мне понравился. Ну, и еще вот у меня есть книжечка для чая. И я туда пакетики складываю, которые чайные. Вот, ну, я больше люблю, конечно, заварной чай. Но иногда и так, когда некогда особенно. Ну, что ж, пробую чайок. Должно быть вкусно. Зеленый, японский. Ну, а вам, мои дорогие, я хотела бы сказать большое спасибо за все, что вы делаете для меня, для моего канала. За просмотры, за подписки. А если не подписаны, ну, давайте уже подпишемся, в конце концов. Я же стараюсь. И хочу вам сказать, что очень конкурс был интересный. Он завершен. Это был месяц, август. Третье мое видео. Первые два я выложу внизу в инфобаксе. И хочу вам пожелать на прощание всего самого-самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов. И солнечных летних деньков, ну, и скоро осень тоже, чтобы было интересно и весело. А я в свое время постараюсь разнообразить ваше и лето, и осень своими видео. Буду стараться, чтобы вам было очень интересно. И пишите мне, какие темы вас еще интересуют. Я много чего могу. Потому что в следующий раз у меня будет, ну, я думаю, два очень необычных видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок